салют чуваки с вами кит возвращаемся в прохождение за солдата mountain blade 2 banner lord у нас произошел достаточно долгий прерыв между двумя сериями имею ввиду то что я играл долго примерно час и как бы была записана еще одна серия там с небольшим но звук у микрофона снова погнал из-за nvidia rtx voice вместо звука там было просто вот это вот все поэтому пришлось дозаписывать потому что хранение уже было возвращаться на две серии назад мне вообще не хотелось решил все дело пропустить то есть я все еще в том же звание но у меня 0 убийств опять то есть это прям реально меня калит надо будет спросить у разработчика мода когда он наконец-таки сделает сохранение прогресса после распада отряда хотя бы просто чтобы у меня оставались те же достижения в плане убийств и всего остального и жалованием самое главное но ладно мы тут пытаемся заказать замок эпиноза и а ну да сейчас будет осада потом будем разбираться как раз таки уже с чуваками которые нас пытаются напасть в общем что я могу сказать погнали 100 человек боже надо было наверно стать это другим что ли с этой осада я наверное бы так и сделал если бы на осадах нельзя было убивать такое большое количество противников тупо из-за того что ну союзные войска действует в этом плане весьма неспешно и оставляют мне просто огромное количество времени для убийства вражеских чувачков находящихся на стенах то есть здесь гораздо проще убивать людей нежели в полевых боях потому что нет литой вакханалии понятно где атакующие где защитники стоишь спокойненько себе целишься и убиваешь людей ну и скажите везет они как мне обычно но в принципе ладно пытаемся так впервые вижу чтобы перед баллисты было какое-то еще а менее защитное сооружение какое-то у меня еще и навалили этот конский хвост еще на голове тоже как-то отвлекает на самом деле томе здесь навалил видимо этот арбалетчик видимо захотел умереть раньше срок своего но типа как здесь от первого лица сражаться вот вы посмотрите просто тебя лук перед лицом у меня еще стрела здесь в руке вернее болит болт но это не суть важно под первого лица я вообще не понимаю как здесь стрелять хотя вот в такие моменты когда перед тобой под долбанный куст выбор да особо нет но вообще вообще как бы та еще хрень если честно сейчас перед мной вообще стрела то есть а просто ужас бы даю вообще привык стрелять от третьего лица мне так комфортно если честно так я лучше понимаю траекторию стрел если конечно вижу куда они летят вот только с этими на самом деле бывают проблемы просто не вижу полет стрелы и за это тяжело предугадать как бы как стрелять дальше и сейчас вроде бы все нормально степень начали пешки эти толкать они начали плохо опа попал хорошечно так ну примерно траекторию я высчитал правда жаль что нашему такие детские плюшки печально тут еще плохое освещение внутри самих этих башенок то есть я не вижу там тут реально стоит или союзники просто так туда стреляют типа от своей кривизны и все такое то есть в первых патчах я помню в каждой такой дырке стоял какой-то лучник то есть все пространство замка и каждая щель лучниками использовалась то есть вот мы видим тут стоит товарищ который должен стрелять но до долг я в него выстрелил он стоял и отдыхал по факту то есть и я мог настреливать в такими дырки а тут видим пусто пусто и пусто то есть это прям показывает то что искусственный интеллект не то что не эволюционирует с момента релиза игры так еще немножечко тупее стал как по мне это прям печально так чем чем мы здесь видим вообще нет кстати мне всего 8 стрел надо бы наверно поискать бочку со стрелами или колча но за стеной вы его забрать не могу хотя хотелось бы подошел забрал было бы тупо с с точки зрения логики но полезно с точки зрения обычного игрока но типа я все равно не хотел бы чтоб такая фича была это прям была полная идиотия если честно но было приятно я не спорю типа такой баг но как бы в нем был бы смысл исключительно на о боже эту хрень нажал alt r не важно в общем да в такой фигне был типа я бы понял ее наличие исключительно вот в момент выхода игры в ранний доступ тогда да это был бы простительно сейчас после года скажем так разработки еще в раннем доступе но это было бы максимальная максимальный адиотизм так опа она чтоб меня тот лучник не отстрелил этот вот и засранец на башню которого одна голова видна это еле-еле вот от него получите плюху было бы прям крайне неприятно честно вот видите здесь должны стоять люди хотя бы на первом этаже чтобы отстреливать подступающие волны врага типа ну это же идеально я бы сам стоял так 1 2 3 просто бы по головам бы накидывал противником потому что это удобно это максимально блин удобно и боты этого как бы не ожидают слова совсем типа да и в реальной жизни не всегда бы этого ах ты падла специально посмотрел и втащил воды и в реальной жизни люди бы не всегда этого ожидали но по крайней мере после они бы как бы сообразили насчет происходящего только спустя там какой-нибудь условно десяток стрел тогда бы не такие о типа в нас стреляют с фланга там исчезку это дыры с какой-то дырки вернее тогда бы начали защищаться оттуда типа тоже идеально хотя в реальных замках столько дырок не было но типа раз они уж тут есть но почему бы не но вдруг ты тут заблудился что ли похода ему вообще по барабану на мое существование вот я хочу вот этого товарища показать ему что меня просто так накидывать свои долбаные арбалетные болты нельзя он кажется там еще и не один еще одного товарища вижу она такой же мистер баллиста водит еще есть или нет не уверен какие-то телодвижения вроде бы мною замечены как бы я не особо уверенно про это говорю может мне почуть они цвете реально есть реально есть какой-то баранчик там двигаться по ходу решил спуститься чтобы защитить своих союзничков или типа того типа решил принять свою смерть да он там что входит этажом ниже уже до решил он сдохнуть по всей видимости и походу все-таки сдох жаль я хотел вас баллисты снять провода приуныл этот парень посмотрите на него наелся и спит со стрелой в боку молочинка просто так серьезно вы не попытаетесь забить эти войска не они не попытаются взять замок подбить не знаю ну ну что-нибудь сделайте типа вот когда противников тут 400 или 500 условно а вас 700 вот тогда нужно с вражескими армиями сражаться они когда их больше на несколько сотен это же логично при максимально но союзные лорн такие типа нет пойдем в маке посидим пивка бахнем уж замок захватили но сейчас наш придут враги свалят или не свалят надеюсь нет о и нас теперь даже не 700 а 900 и вот в таких боях уже прям хочется участвовать потому что ты уверен в победе вот 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 правда мне сохранили вид от первого лица да кстати весьма неплохо но я в плане проработки для первого лица играть конечно от первого лица боже я не буду это же в конце концов mount они черти что кстати а где их значки я сделал их типа всего десять процентов как сказать прозрачность их что-то прям вообще не видно у некоторых солдат она не сливается с фоном ладно о вражеская кавалерия подошла я ее даже не заметил ну ладно я как истинный конный лучник начну все это окружать и в спину и настреливать чтобы как-то отвлекать всю эту гвардию тут часть солдафонов пытается догнать меня вернее не как не солдафонов кавалеристов о самое самое гениальное что мог сделать это просто между двумя армиями пеших солдат залететь благо я успел выбраться из этой кучи малы иначе меня зажали и прибили бы хотя вот от таких маневров как бы есть минус меня всегда могут как бы зацепить я застряну где-нибудь и меня предчувствовать я кажется кузовицкого улана убил нет неточно и меня еще могла зажать пехота о сейчас убил кузовицкого кочевника на истины истинный патриот и новобранцы я что-то этот бой какой-то исключительно типа бей своих чтоб чужие боялись так наверное его можно назвать а можно я пройду так ладно давайте немножко обезопасим наши союзные войска я буду убить как-то вот так вот то есть ближним оружием где далеко и где этот те союзникам я не могу навредить это будет по безопаснее как мне кажется да и на самом деле более эффективно в плане убийств потому что просто пролетел и стопроцентный килл практически это приятно это полезно почему бы этим не воспользоваться ну и как бы между кивы нужно набивать для для жалованиям но стрела в живот или может даже не стрела черт его знает делает выбор совершенно другую пользу и я здесь тупо помираю но тем не менее масштабы битв меня прям радует как бы моему ноуту немножечко не хватает мощностей чтобы было все прям по красоте потому что настройки у меня вот эти спрашивали давайте вам покажу настройки у меня примерно вот такие как бы да это очень хорошие настройки по сравнению с теми что у меня были раньше да и по сравнению с теми что были у большинства но нет из-за некоторых действий у меня ноут вернее не ноут а маунт на ноуте тупо вылетает допустим я не могу сохраняться как я уже говорил прохождение за викинга то есть вообще нужно перезагружать ноут сразу заходить маут и тогда у меня будет работать сохранение типа аля знаете первые пять десять минут после включения ноута у меня работает кнопка сохранения из подвисает немножечко но открывается все остальное время меня тупо вылетает по извини братан ошибка то же самое с кнопкой загрузить выйти в главное меню вот это вот все это очень удобно особенно когда вот снимаешь просто видос за видосом и не хочется как-то потеряться то есть ну в случае чего там вернуться и посмотреть там чудо скриншотить ну типа превьюшку какую-то сделать для видоса ты уже этого не можешь приходится использовать исключительно то что было отснято в самом видосе кстати забыл сказать я как раз к моменту выхода видоса начну немножечко переделывать русификатор этого мода поэтому если какие то есть предложения по поводу переименования чего-то или как-то чтоб логически это все где-то звучало получше то напишите пожалуйста в комментариях с пометкой типа для перевода или типа того как-нибудь сами придумайте и типа что можно было бы изменить в этом переводчике чтобы лучше доносить смысл того что это все обозначает мне бы этом а помогло ладно ждем пока начнется какой-нибудь нормальная битва вновь когда сомневаюсь что это будет достаточно быстро армия то скоро распадется наша и вроде как наши ребята не особо-то торопятся кого-то там атаковать и захватывать но потихонечку помаленечку то есть мы видите уже откусили целых четыре города даже стоп я вот не помню вам правило была наша нет но вроде бы нет и если нет то до 4 города несколько замков все прям по кайфу не ну слушайте господа это просто фиаско типа я поднимал когда немного по крайней мере понимал когда чак хан с армией как-то облапошивался и противников было типа на сотни на 2 больше но вот такие вот бои когда на 150 а противников 700 я не понимаю от слова совсем то есть его догнала долбанная армия сдаться или атаковать серьезно до сдаться конечно господи меня отпустят то есть вот видите его только только вернулся к этому всему дел и чак хана опять захватили ну что это за бред типа без сохранения прогресса в это играть ну очень очень больно поэтому я просто не физически не смогут качаться до 5 или уж тем более 6 ранга поэтому следующем мем тихо собака что ты хочет мне 200 монет договорились следующим моим действием будет опять же конечно пойти в армию к нему или постараться найти короля кузей попытаться снова пойти в его армию возможно это сработает и возможно я также начну с какого-нибудь элитного парня и если будет так и мне предложат стать телохранителем я больше отказываться не буду потому что это моя единственная возможность поиграть все-таки за стража хана потому что я устал ребята я честно устал просто буквально в каждой серии эту армию разваливает я начинаю все снова и снова и снова не просто нет возможности прогрессировать написано что он в макебе окей где манчук замок типес вот давайте пробуем к нему может он так часто разваливаться не будет как советский союз какой-нибудь а кстати вот чак хан долбаный а манчук манчула кстати здесь нету есть зато чак хану ладно снова вступим к нему давайте так быстрый вопрос обсудить стать солдатом вашей армии я готов я вас не подведу вот мне предлагают снова стать тургутом тургутом но вы поняли короче да и буквально таки через секунду не привык стать телохранителем то есть смотрим козаицкий тургут 16 жалования теперь лагерь выйти я уже кузаицкий страж хана у которого на 70 монет больше жалования ну и которые естественно уже с шикарным инвентарем не считая конечно маски боже на нее больно смотреть если честно но в остальном в остальном то есть у нас 48 отличных стрел та самая глифа которая позволяет разваливать в ближнем бою на самом деле лучше чем с этим луком то есть лук здесь можно использовать исключительно как сказать васада васадов он идеально подходит просто стоишь отстреливаешь этих баранов на стенах на стенах неважно и ты можешь сделать больше чем практически любой солдат а вот с глифа и ты очень много можешь делать в бежнем бою то есть это шикарно и вот так уже как-то можно играть когда ты залетаешь в отряд ты сразу 6 ранга и да как бы тебе постоянно наваливают это печально но тем не менее у тебя хотя бы сразу топовая кипровка это приятно но мне не понять непонятен другой момент я вам говорил в прошлой серии если память не изменяет что общался с мододелом вот этим вот автором этого мода и он сказал что при почетной отставке можно сохранить свое снаряжение если у тебя будет 190 убийств так как их набить если я не могу набить даже полтинника меня вернее отряд разваливается гораздо раньше я не знаю может дело просто в кузаитах и они такие бомжи для этого мода но типа с этим модом как бы искусственный интеллект здесь особо не меняли но вообще типа это очень очень странно но вот кстати битва равная абсолютно у нас чуть больше соотношения сил но поверьте мне это мелочи здесь уж больше на самом деле как повезет давайте посмотрим как общались вылезть этот страж хана и как он будет вообще в бою ощущаться и так кузаитский страж хана ну если не считать шлема то отлично лично я лично телохранители манчуга это все понятно как мне найти этого манчуга типа ну камон я не понимаю то здесь вроде как обычная кавалерия где сам начальник барин то есть в этом моде дал должна быть к это иконочка аля вот такие вот для кавалерии для вот этого всего где будет долбаный лидер фракции по что непонятно как не его защитить если не знаю просто где он находится ну камон у нас тут армия 500 человек как мне найти одного человека здесь понимаешь меня доспехи немного получше но типа если у него в отряде много всяких пятого шестого ранга и фиг их здесь найдешь типа вот эти вот похоже на манчуга но это просто какие-то всадники а ну цель стража хана как и я вот эти похоже это какие-то войны племени ну то есть хрен ты его здесь найдешь как бы это главный посыл моей мысли что в итоге получаем пока что силы равны все еще то есть по убийствам по всему этому делу немножко стоит подождать думаю стрелять здесь особо то пока что бессмысленно что большинства все еще щиты зная свое везение я наверно больше буду вредить но аккуратно просто нужно стрелять а не как я обычно с разгона делаю в принципе в принципе наверное от меня будет какой-то толк но нужно двигаться постоянно двигаться иначе я буду не бесполезен я буду хуже я буду гораздо хуже поэтому надо быть аккуратней опа навредили немножко кавалерия очень полезно да вот только вот из-за того что я малеха совсем малеха убрал эти иконки мне не всегда теперь понятно где свои где враги вас глефа не хватает козлины вы морда я некто еще на 7 втащил и это неприятно видимо этот баран мы его и покарали за это давайте-ка вот так вот у адроса убил это какой-то лорд судя по всему здесь кто-нибудь запомнил сколько у меня было денег потому что должны дать 500 за труп этого мудака это же нас был лорд или спутник ну короче знатный чувак а это самое главное в этом вопросе здесь стыда имперец собака-то кузаид а не поймешь мне я еще просто под обстрел попадаю под лютой потому что не могу понять где свои иди чужие теперь но здесь где-то есть враги нихрена ты моего коня повредил бессмертие что ли хапнул или чё совсем нагло как вы смотрите так вот эти имперцев можно немного понять по броне их лошадей то есть только у имперцев вот такие вот прям ряженые лошади ну да броню они дают шикарным я спорить не буду но тем не менее это как хороший опознавательный знак для их союзников и для их врагов мне прям в кайф то есть я завалил уже восемь человек кстати и в основном все это было с глефы это радует а где имперцев ты вроде имперец да где еще имперец ты все же кузаид ой как сложно давайте немножко поменяем настройки геймплейные вот эти где тут поле зрения следы оружия чувствительности мыши нет 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 где-то а вот прозрачный знамя давайте на двадцатку поставим ну все изменилось вдруг шутка нихрена не изменилась но есть какой-то лошар со щитом но щит я ему повредил наверняка прилично учитывая сколько урона наносит все это дело а я убил опа 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 мертвый человек так где-то еще есть имперцы надо поискать но в гуще сражений и не хочется этим их порвали просто как тузик грелку вы посмотрите на это дело на соотношение сил в данный момент имперцам она так а где они вообще кстати вымерли все что ли них 14 осталось нас 200 не знаю что произошло но порвалим их очень очень красиво имперцев осталось 11 человек наверное это бегунки какие-нибудь наверняка носятся к этому к выходу в надежде убежать и не сдохнуть когда сомневаюсь что их догоню потому что выход уже вон там а вон они вон не кстати да но все на игроке и догоню враги бегут вы выиграли битву это понятно что мы выиграли битву враги то давай 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 хоть одного забить то надо а по имперскому пикотинцу не повязало ну неплохо 12 человек и убил ох нифига три человека убиты между прочим и одного из них убил я кому не ленит мотайте сколько у меня было золота до начала битвы сколько будет сейчас я в плане дали ли мне этот бонус за убийство лорда но вроде бы денег особо не изменилось а стоп нет вот вы получили 550 до за то что втащил лорду и 159 это моя новая дневная плата слушать а здесь кажется это коэффициенте кто побольше стал на самом деле моей зарплаты то есть прилично прилично нас поломала ну ладно ладно что ж там господа на этом думаю закончим данную серию продолжим следующие надеюсь вам понравилось моментом все с вами был кит и всем пока